Есть такая современная трактовка одной замечательной басни Крылова Попрыгу не стрекоза, а распрекрасные глаза Целое лето только прыгал Песни пел, ногами дрыгал А работать не хотел Потому и не вспотел Вот давай сейчас какой момент обсудим Много появилось у нас людей, которые говорят на славянские темы Много появилось различных мероприятий, куда приходит народ Где хорошо это все дело танцуют, поют, пляшут Но почему-то часто этим все и ограничивается Может ты выскажешь свое мнение по этому моменту И предложишь, как же все-таки, чего быть-то и как делать Да что как быть-то, как делать Надо, во-первых, отметить, что танцы, хороводы и вообще приобщение к национальной культуре Это очень классно, это очень здорово и очень хорошо Необходимо этому следовать Но есть поговорка про то, когда плясать, танцевать А есть, когда дела делать И если этой поговорке не следовать, то мы превратимся в стрекоз А еще бы хорошо что-то от муравья иметь А если уж нам удастся стрекозу и муравья вместе соединить в своей жизни То будет совсем хорошо Есть такое понятие, как развлекай-увлекай, увлекай-направляй Вот у нас первый этап был с точки зрения развлечения Когда при помощи ярких каких-то действий Мы могли людей призывать к родной культуре К обращению внимания на родную культуру На какие-то вопросы, связанные с нашей древностью Это все здорово, отлично Но должен наступить второй этап Увлечение Увлечение во что? Ну не просто по то, чтобы попрыгать Увлечение в какие-то совместные уже дела И вот тут третий этап Направление А куда направлять? Если мы остаемся в цивилизационной парадигме То в этом случае мы будем направлять опять на что? На рабский труд Под личиной, например, нашего родного чего-то Будем направлять на конкуренцию То, что в капитализме ярко проявлено И в конечном итоге будем поддерживать то Что многие ругают, сидя на диванах И когда человек сидит и ругает на диванах Власть, созданы какие-то условия Какие-то иные народы Которые якобы там давят и так далее То в этом случае он превращается В маленького-маленького, глупенького ребенка Ну что с ребенка-то возьмешь? Ну ребенок он и ребенок Ну и сидит и плачет Ну и сидит и дальше плачет Хозяин тот, который не плачет А который делает вывод из того, что у него есть И что он может применить И в этом случае тогда Он начинает делать так Что необходимо ему, его семье Общине, то есть обществу И державе в целом Вот как раз наша задача сейчас Объединяться вместе Не только для того, чтобы поводить прекрасные хороводы И пропитаться духом нашей древности Нашего какого-то представления о культуре Или самой даже культуры Хорошо бы, если бы так было Но и с точки зрения каких-то реальных дел Поэтому развлекая, увлекая, увлекая направление Направлять нужно в то направление Которое всем будет нести пользу То есть уходить от стрекозости И переходить к действиям То есть общие дела Вот как так Ну а теперь желаем вам приятного просмотра Продолжение следует... Всем здравия! С вами Народная славянская радио Алексей Орлов и Михаил Ять Здраво, будет Михаил! Здравия, Алексей! Здравия всем тем, кто нас видит Всем тем, кто нас слышит О чем сегодня будем говорить? Ну, наконец-то выборы закончены Как ни странно, произошло то, что мы и предполагали То есть мы с тобой провидцы Да Предсказатели Можно курсы провидцев организовать Нет, давай бабло бы не рубить Возникла новая проблема Вот я сейчас перед тем, как подумать О чем же поговорить Увидел такую штуку Вот когда мы вот так показываем кружку У нас тут красивые кружки появились То всем видать вот эту красивую птичку Но почему-то проектировщик этих кружек Не учел один момент Что когда мы их так поворачиваем То птичка исчезает от взора Зато мне видно Да И вот теперь у меня вопрос Либо вот так все время пить Либо как-то по-другому Перестаньте заниматься голимой рекламой Давайте к сути О чем мы сегодня будем говорить? Ну это, конечно, присказка была шуточная такая На самом деле тема у нас серьезная Тема вот какая Сейчас большое количество людей Появляется в интернете Да и не только в интернете Которые нам рассказывают о том Как славно, замечательно жили наши предки Как у них все было хорошо И которые рассказывают Что вот якобы там нас ждет Светлое, прекрасное будущее Но вот дальше есть определенный момент Который я бы хотел с тобой обсудить То есть людей добавляется информация Все больше и больше Но на те события, которые люди привлекают народ Почему-то народу приходит Не так много, как бы хотелось Причем можно даже заметить Вот такую закономерность примерно То есть вот один человек был Рассказывал о славянстве Какое-то мероприятие К нему пришло, например, 100 человек Появился еще один человек Который про ту же самую тему Примерно рассказывает о том же Опять уже два мероприятия появились То есть один на свое зовет Второй на свое зовет Ну как бы по логике К одному должно прийти человек 100 и ко второму 100 То есть в общем должно быть человек 200 На этих мероприятиях побывать Но почему-то к первому приходит уже человек 80 И второму тоже человек 80 Через какое-то время появляется еще один То есть уже становится три человека Говорящие примерно об одном и том же Как в прошлом было, как хорошо Как у нас будет какое замечательное светлое будущее Приходите к нам на мероприятие Но на три мероприятия пригласили И пришло уже не 80, 80 и 80 даже так А всего 50, 50 и 50 То есть мы видим, что с каждым новым Человеком, которым рассказывает На теме славянстве Количество народу не то, что не увеличивается Оно как-то распределяется Вот такое ощущение, что количество народу определенное И каждому по чуть-чуть И так дальше, если пойдет Получится на одного, как есть присказка На одного раба, два прораба Вот то же самое То есть твое мнение, почему так происходит? Да, интересный вопрос С одной стороны, вроде бы интерес Проявляется все больше и больше К нашей древности К нашим каким-то поконам Нашей жизни А с другой стороны, как-то вот Все больше и больше появляется тех Кто об этом говорит И наблюдается диспропорция, которую ты назвал Один работает Дальше есть заместитель Есть указующий Есть прораб Есть подпрораб И так далее и тому подобное И как в картинке Один копает, вокруг него стоит такая куча И у каждого своя должность наблюдателя Или указующего Но смех смехом Я думаю, что с одной стороны Это нормальный процесс роста Потому что мы все-таки растем Увеличиваемся в количествах и объемах Но процесс роста, если он опережает Саму жизнь То в этом случае иногда Штанишки трещат по швам То есть нехватка материалов Иногда галяет некие части тела Иногда даже те, на которых мы сидим Но это все поправимо Это все поправимо Если переводить Качество жизни Из просто говорильни И каких-то развлечений В практику На сегодняшний момент Мы столкнулись с одной Серьезной проблемой У нас много идет разговоров Как ты правильно сказал О том, как жили наши предки И это необходимость Об этом надо говорить И на это надо указывать Иначе, если мы не будем на это указывать Как мы вообще призовем людей К тому, чтобы они подумали А как вообще жить Но с другой стороны Мы столкнулись с такой проблемой Что разговоров таких Огромное количество А вот дел каких-то Очень-очень мало И на сегодняшний день Мы видим переизбыток разговоров И недостаток реальных дел Переизбыток разговоров У нас ведется на тему Как хорошо жили И давайте веселиться и песни петь Это замечательно, хорошо Но если только об этом говорить То в этом случае Тогда мы столкнемся с ситуацией Как в одной из басен Крылова Не хотелось бы подать такую Ситуацию Такую жизненную И хочется как-то из нее Выходить Вернее, из сложившихся Обстоятельства как-то требуются выйти Так, чтобы было все хорошо И замечательно И вот тут, на мой взгляд Пора пришла Посмотреть иначе на этот мир Иначе подходить к решению Многих вопросов А вот как подходить Наверное, об этом стоит нам С тобой отдельно поговорить И разобраться с этим вопросом Вот, так что если у тебя Я прошу как провести беседу Чтобы ты задавал какие-то ощущающие вопросы Свои мысли высказывал Так будет проще ориентироваться Иначе я сейчас как вступлю в это Плавание одиночное Так и на всю передачу А мне уже так не хочется Мне хочется все-таки Общаться и с тобой И слушателями, и зрителями Ну вот сейчас То есть подводим Такой маленький итог Да, тому что мы сейчас С тобой начали говорить Есть пословица Делу время, потехе час То есть по этой пословице Что подразумевается? Что большую часть времени Обычно человек проводит В каком-то созидательном труде Творчестве И какое-то небольшое время Свободное Он там каким-то образом Празднует, развлекается А сейчас нам получается Не дают конкретных рекомендаций Как нам все-таки Где мы можем проявить Свое творчество Потому что кругом на самом деле Нас вот эта цивилизация Она не хочет, чтобы мы Свое творчество проявляли Она хочет нас туда поставить Где ей выгодно Чтобы мы были вот этим Виттиком И не выпендривались И вот этих практических Рекомендаций нет А у нас есть информация О том, как было хорошо И приходите к нам Как это Веселиться и ликует Весь народ То есть приходите к нам На праздник Мы попели, поплясали А потом Опять же мы вернулись К тому, с чего начали Только мы еще На праздники Стратили свое время Свои ресурсы Ну и в итоге Ситуация никуда не меняется Мне важно Чтобы ты Рекомендации С своей точки зрения Высказал Ну и я еще дополню Своими рекомендациями О том, как с этой ситуацией Можно выходить Да, ты верно сказал Что многие праздники Превращаются просто В слив энергии Вопрос Кто эту энергию подбирает Вот это очень и очень важно Мы в прошлом с тобой Лете касались этого вопроса Когда разбирали Другие темы И там как раз рассматривали Что на любом празднике Современном Присутствуют такие Дяденьки Или тетеньки Или невидимые Бесплотные сущности Которые Эту энергию Очень быстро С большим аппетитом Поглощают И для того Чтобы Не было Это мероприятие Кормежкой Каких-то навников Причем темных навников Необходимо проводить Во-первых Ее светло Во-вторых Осознанно Что это в свете А не просто так За кем-то повторяю И В-третьих Включать еще чуйку Это вот что касается Самих праздников Кто не смотрел передачу Посмотрите Там об этом много рассказывается Сейчас не будем Касаться этого вопроса Это первое Во-вторых Необходимо нам Уходить просто От плясок И песен Которые В виде Хороводов Фечерок проводятся И на этом Все заканчивается Потому что Вечерки Танцы Хороводы Это дополнение К жизни Если нет самой жизни То дополнение Превращается Просто в обертку И тогда Если у вас нет жизни То энергию Опять же Будет забирать Кто-то другой Для своей жизни Это необходимо Понимать А вот для того Чтобы это была жизнь Нужно Чтобы каждый из вас Задумался А как жить в быту Что делать На сегодняшний момент Случаются Такие интересные Происшествия Можно так назвать Когда Человек Говорящий Правильные Слова Правильные Фразы Говорящие О нашей культуре О нашей древности Занимается Просто зарабатыванием Денег Вот он подсел На тему славянства На тему древности И вот он По полной программе Как трактор В течение Какого-то срока Вперед-вперед Прям гастроли за гастролями Гастроли за кастролями Хорошо это или плохо С точки зрения Этого человека Я не берусь судить На мой взгляд Это На мой взгляд Это Не совсем верно Я бы так не делал Потому что Это просто идет Эксплуатация И паразитирование На Каком-то Очень-очень важном Вопросе Очень важном деле С точки зрения Общества До поры до времени Это даже очень хорошо Потому что Когда такие люди Ездят Выступают где-то Проводят семинары Практики Концерты Ну что-нибудь еще Такое То что людей Подводят славянцу Это хорошо Для людей Которые просыпаются Но опять же Есть какой-то Определенный предел Насыщения Ну вот люди Захотели так жить А дальше что Почему на этих практиках И семинарах Не говорится о том Как жить Говорится о том Что давайте так жить Давайте Вот как Катей Леопольде Там да Вот давайте Мы так жить Или просто развлечение идет Вот это Должно уже настораживать Тех людей Которые Перешли планку Интереса И дошли до планки Действий Если за интересом Нет действий Это тупик И тогда К вам Обязательно Пролетит волшебный пендаль Вы же заявили В пространство В этот мир Вы Дали сигнал о том Что вы готовы Так жить Но вы так не живете И получается Диссонанс Получается Раздрай Три единства Высшего Среднего То есть сознания И подсознания Телесного Находятся в разрыве Телесное продолжает Жить в тех условиях Которые были И в тех программах Которые были наработаны Сознание Как лебедь Рвется в небеса А высшее я То есть божественный план Сверхсознание Пытается Подстроиться Под той По другой По трети То есть сознанию Вроде бы Пора уже вылезти А условия Которые вокруг Не дают И начинаются болезни Начинаются Какие-то проблемки Там всасывание В игр На работе Какие-то Неурядицы Там потеря работы Или Может быть Там кого-то Поставили К вам В отдел Или в цех Такого Кто разрушает Ваше представление О жизни В семье Какие-то разлады Потому что Вы очень активно Себя вели И на вас Как уже на полусумасшедшего Начали смотреть А в семье Как известно Нет пророка И тут начинается Ломка семьи Ломка Каких-то производственных Там течений Взаимодействий Бизнес куда-то уходит И так далее И тому подобное То есть Ломка Вот это Триединство Об этом мы можем Поговорить отдельно Вы выразили желание Но вы не соответствуете И все И начинаются волшебные пендели Начинаются стимулы Которые вас тычут постоянно Вот это Надо осознать То есть Пора Просто от слов Просто от развлечений Переходить к реальным делам Это первое Второе Тем Кто зарабатывает На вас Необходимо понять Что бесконечный заработок Он когда-нибудь Закончится Если вы Не будете Помимо Вот развлечений Давать что-то Другое Которое Позволяет Людям Выходить На новые уровни Бытия Ведь сейчас По большому счету Большинство народа Те особенно Которые уже Уходят от цивилизации Находятся В очень Очень Неприятной ситуации И многие Находятся На уровне нищеты Особенно Если мы Проедемся По эко-поселениям Если мы Проедемся По родовым поместьям Мы увидим Что там происходит Там картина Очень неприглядная И вот Когда приезжает Такой Человек Яркий С какими-то Семинарами Практиками Хороводами И так далее И собирает За это деньги Это выглядит Как пир Во время чумы Это выглядит Как Наживание На нищете Это когда-нибудь Закончится И закончится Очень плохо Нищета Будет нищать Я призываю К тому Что помимо Практик развлечения Давать практике Бытия жизни А не просто говорить О возвышенных материях Которые вы придумали Где-то у себя в голове И они настолько яркие Что народ За ними тянется Недостаточно говорить О ярких каких-то моментах Которые у вас В голове есть Нужно говорить о том Что практически Людям поможет Дальше жить Это обращение К тем Кто ездит С семинарами Кто выступает С концертами Кто проводит Какие-то практики Пора переходить К действиям Чтобы люди Начинали правильно жить А для того Чтобы начинали правильно жить Необходимо выстраивать Таким образом Подачу материала Чтобы во-первых Она была доступна Во-вторых Чтобы она не противоречила Бытию нашему Чтобы это было Все направленное Такое взаимодействие Со всеми И стихиями Природами С людьми И с обществом Которые за пределами Вашей общины Ну и в частности Со страной И с правительством Здесь необходимо Это все учитывать Не надо ни с кем Бодаться Какие-то там Революции устраивать То есть Оно должно быть естественно Оно должно строиться Не на том Что где-то в какой-то книжке Написано А на практике Которая Именно для этого региона Была опробована Потому что У нас страна большая И в шире И в выси В глубину И если вы будете Давать практики Бытия Которые на юге Хорошо живут То на севере Это все дело загнется И наоборот Если север Притащите на юг Что-то тоже не срастется Опять же На востоке одно На западе другое Климат разный Условия жизни разные Менталитет разный Земля разная Погода и условия разные Все разное Поэтому не надо Всех под одну гребенку Не надо всех В одно светлое будущее В один хомут Запрягать В одну телегу Вот это надо учитывать Поэтому только практикующий Человек Который живет на земле Который попробовал В своем регионе Это все сделать Который построил дом Который сделал Отопление Водоснабжение Правильно сделал Вывод там Отработки Переработку своих отходов И так далее Только он может Рассказывать о том Как правильно жить Потому что он Пожил в этом Покрутился в этом У него есть представление Как и пищу себе добыть Как ее сохранить Как переработать Как утилизировать Как создать тепло И так далее У нас многие люди Которые рассказывают О том как жить Они даже не имеют Элементарной своей семьи Многие рассказывают О том как что-то сажать Они ничего не посадили Они ничего не вырастили Кто-то рассказывает О том какой это Вот прекрасный хлеб Они ничего не испекли И так далее И так далее То подобное То есть я призываю Первое Всегда смотреть На то Кто перед вами выступает И о чем он говорит И сравнивать с тем О что он сделал И тех кто говорит Я призываю больше Переходить в практику То есть не просто Рассказать из какой-то книжки Какой-то фрагмент Или представление Об этом фрагменте свое А еще и попробовать На земле В быту С людьми Это все Сделать Если вы это Пробуете То тогда все будет Хорошо и замечательно Вы будете переходить Из разряда Просто говорунов В разряд Тех кто проводит Практические семинары Для внедрения Это в жизнь То есть Задача Увеличивать добро Увеличить благосостояние людей Делать державный подход Если это все будет Если будет державность Образовываться И это все образуется Уже в державу Тогда вы не будете Наживаться на нищете А вы будете получать Достаток от добра И достатка Всей державы Всех людей И тогда все выровнится Всем будет хорошо Замечательно Потому что И развлекать надо И семинары практически Надо проводить И хороводы надо проводить И с детьми надо работать Но Это должно быть В достатке Нужно строить Достаток Обеспечение Чтобы не случилось так Что когда зима Какит в глаза Вы оказались Вообще ни с чем И потом думали Чем это я летом Занимался Но это такое Вот как-то так Вступление получилось К второй части А может уже и к третьей Как-то я разошелся Не на шутку Так опять подводим Под итог Сейчас мы рассказали О том Что по сути Получается Сейчас идет Конкуренция Среди тех Кто рассказывает О славянстве И они в итоге Вместо того Чтобы делать лучше Они стараются Кому Как-то на себя Делают У кого больше народу Будет У кого денег Будет больше При этом Не рассказывается О том Как изменять ситуацию Реально У них нет Этого опыта Или если есть Они это не дают Практики О том Как с этой ситуации Выходить Идет только Просто подача информации О том Как хорошо было И как хорошо будет Дальше Теперь я все-таки Предлагаю Исходя из того Что вот радио У нас Оно Такой интересный Формат Дает Как эту конкуренцию Перевести в то Чтобы было польза Всем В сотрудничество В сотрудничество Да В лад Так сказать Всеобщее Получается Вот даже Люди Которые Вот сейчас Вас Прошу Не обижайтесь Те которые Известны Которые ездят Раскарты Славянстве Но вы сами Это видите Что сейчас Идет между Такими людьми Конкуренция А на самом деле Страна огромная Много мест Куда еще Вы не доехали Через Вот сайт Народного Славянского радио Мы сейчас Делаем Такую платформу Чтобы можно было Отсматривать В каких регионах Проводятся Те или иные Мероприятия То есть Вы уже Сами можете Видеть В какой регион Вам ехать Там уже Допустим Кто-то Ваш соратник Будет выступать Зачем вам Говорить Об одном и том же В этом месте Вы можете Поехать В соседний регион Где На данный момент Никого нет Но Еще раз Слова Останутся Просто словами Если не будет Практических действий Поэтому У нас Огромная Просьба К тем людям Которые Уже Практически Для себя Для семьи Или у которых Есть какое-то Предприятие Приходите к нам Рассказывайте Об этом И дальше Этим делом Вы и себя Как это Назвайте слово Ну известными Станете Более известными А помимо этого Вы сможете Внедрять Ваши Разработки Вашу Вот эту Методику По всей стране От этого Будет лучше И стране И вам Дальше Люди Которые Слушают нас Они могут Напрямую Обращаться К производителям Вот этих Технологий Этих продуктов Минуя всех Вот этих Огромное количество Паразитов Которые На этом деле Наживаются То есть Получается И людям Выгодно Напрямую Покупать Товар Какой-то Какие-то Услуги У тех Людей Которые Это делают Совестью То есть Еще раз Славянское радио Сейчас Нам нужны Люди Которые Могут Практику Свою Которую Они в жизни Использовали И получили У них Хорошие Результаты Транслировать Миру Для этого Есть Как на сайте Можете Писать Статьи Можете Присылать Видео Можете Непосредственно Ездить Вот с такими Семинарами По стране Но Еще раз Обращайтесь Давайте Место Конкуренции Создадим Вот это Между собой Взаимодействие Хорошее Вот Алексей Я думаю Этот момент Ты можешь Более подробно Рассказать Здесь Я прозвучал Несколько Обращений Давай Начнем С самого Простого Обращения Если Вы Чем-то Занимаетесь Например Занимаетесь На земле Производством Продукции Пускай Это Небольшое Фермерское Хозяйство Пускай Это Несколько Грядок Но Которые Вы Уже Опробовали И Технологии Вот В вашем Регионе Прекрасно Работают Пускай Это Создание Вегетария Пускай Это Строительство То есть Практика Жизни На земле У вас Есть Чем Поделиться Приходите На Народное Славянское Радио Через Форум Обратной Связи Пишите Я Такой Такой Вот В редакцию Отправляю Письмо С запросом И Пишите Немножечко О себе Занимаюсь С тем Выращиваю То Есть Опыт В том Могу Или Хочу Или Желаю Вести На сайте Вот Такую Рублику Например Как правильно Выращивать Клубнику Как правильно Построить Вегетарий Как сделать Вот это Вот это И так Далее Мы С вами Общаемся Если Видим Что вы Вполне Адекватный Человек Что Не какой Там Брехун А Вполне Хороший Державник То В этом Случа Даем Вам Свободу Действия И Подключаем Вас К нашей Дружной Команде После Этого Вы будете Вести Свой Не то Чтобы Блог Какой-то Вы будете Вести Свой Раздел Вместе С другими Соратниками И В общем-то Все будет Хорошо И замечательно И вы Поделитесь Своей информацией И многие Другие Об этом Узнают Здорово Здорово Вы Например Другой вариант Живете Где-то В таком Месте Где Постоянно Что-то Происходит И у вас Есть Камера Или Какой-то Телефон С камер Ну что-то На что вы Можете Снимать Вы можете Стать Корреспондентом Вы можете Постоянно Куда-то Приезжать Что-то Заснимать Что-то Сюда Передавать Можете Монтировать Что-то Пожалуйста Приходите В команду Будете Монтировать Заниматься Аудио Пожалуйста Будете Записывать Дикторские У вас Данные Хорошие Тоже Здорово Сейчас Идет Активнейшее Расширение Такое Которого В прошлый год Даже себе нельзя было Представить И позапрошлый Тем более Активно Идет Расширение И мы готовы Сотрудничать С другими Добрыми Людьми И добрыми Направлениями Которые Пока Еще не имеют Своего ресурса И которые Представят На течение года Двух-трех Раскручивать Так проще Прийти уже На готовую площадку Внести Свой вклад В общее дело И делать Своё направление Мы не собираемся На вас зарабатывать Нам это абсолютно Неинтересно Мы собираемся Строить державу Чтобы каждый Творческий человек Мог быть творцом Мог быть творцом Мог что-то делать Поэтому Приходите Будем взаимодействовать Не ради себя Любимого На этом этапе А ради державы Потому что Если будет держава Будет всем хорошо Не надо наживаться На голодьбе Не надо доить нищету Далее Тем, кто выступает Тем, кто что-то проводит На самом деле Проблема Сейчас одна Вот в этом регионе Появилась одна корова И все пытаются Её доить Все подбегают Начинают дергать Корова Может накормить Определённое количество людей А её раздаивают Уже до крови Уже настолько Эти сиськи натягали Что там уже Кровь идёт И всё равно И продолжают доить Невозможно Доить корову Бесконечно Я предлагаю каждому Помочь Взрастить Стада Которая всем Бы давала молока Ну так это В кавычках Стада То есть Помогать Создавать Новые какие-то Предприятия Создавать Какие-то новые Общины Создавать Поселения Которые бы Реально На земле Занимались Тем Что им необходимо И взаимодействие Настраивать Между общинами Как это сделать Не знаете Приходите Мы расскажем Опять же Не для того Чтобы я конкретно Стал богаче Или чтобы Миша стал богаче Или кто-то там сидел На лаврах Почевал Нет Для того чтобы Выстраивать Взаимодействие Строить державу Вот для этого То есть для всех На народном Славянском радио Как на информационной Площадке Найдется То что необходимо Ему И как человеку И как державнику И как семьянину И как общественному Деятелю Для всех Найдется место Если у вас Не просто желание Бабло зарабатывать На несчастных Бедных А именно Строить державу Приходите Мы всегда найдем Общий язык Но только еще раз Необходимо быть Державником Прежде всего Держава Общество Семья Я И потом Семья Я Общество Держава Вот когда это все Выстраивается Вот тогда все Становится на свои места И жизнь Становится прекрасна Тем же кто насмотрелся На говорящие головы Посмотрел как проводят семинары И сам уже набрался Этого опыта И хочет что-то делать И понимает Что он столкнулся С конкуренцией Реально То что только в бизнесе Может быть А я считаю Что на славянстве Бизнес делать нельзя Ни в коем случае Ни в коем случае Нельзя делать бизнес Это не наш метод Не наши посылы И так жить нельзя Так вот Кто себе это почувствовал Опять же Приходите к нам Почему приходите к нам Потому что вы сможете Себя реализовать А вас узнают люди Те кто строит Какие-то общины Смогут вас приглашать Давайте выстраивать Такое направление Которое бы помогло Узнать добрым людях Людям о других добрых людях И делать совместно что-то Надо понимать Что еще такой Маленький фрагмент Вношу для понимания Что очень часто Люди Когда чем-то заинтересуются Они начинают копировать Кого-то Ну есть какой-то идеал Для них Выступающий В каких-то одеждах Может быть Или говорящие Правильные слова Или что-то такое Вот там Вытанцовывают Ну к примеру Я в кавычках сейчас говорю Это все условности И он начинает Просто подорожать И набирает уровень Подорожания Очень-очень высокий И ему кажется Что он самостоятельно Сейчас может Так же выступать К нему потянутся люди И так далее Но он не учитывает Что современная цивилизация Приучила людей К авторитарности То есть Если вот тот человек С которого он что-то скопировал Он в течение 10 Там 15 Или 6 лет Делал свое дело И его узнали тысячи То в этом случае Вас еще никто не знает Если вы будете делать Не хуже Чем тот С кого вы брали пример И даже может В чем-то лучше То если написать Два имени Ваше И его имя На одной афише Догадайтесь К кому пойдут Поэтому Не всегда получается так Что вы правильно Начали что-то копировать Правильно начали Что-то повторять И вдруг К вам пошли Такое не всегда получается Здесь Как в любом Цехе Который внутри цивилизации Начнется конкуренция И победит Догадайтесь кто Победит тот У кого Больше связи Кого больше знают Который себя Зарекомендовал Поэтому для того Чтобы сделать Правильные Какие-то шаги Необходимо Первое Еще раз говорю Мыслить державно А не просто С точки зрения наживы И дай все Что попадется Под руки И второе Правильно приходить С правильным посылом В правильное место К правильным людям Для того Чтобы совместно Строить державу Вот когда все эти условия Совпадают Мы оказались В одном месте В одно время С правильным посылом Нам Ни почем вообще Никакие проблемы Трудности Мы горы свернем Если это нужно будет Если какой-то из этих Вот Обстоятельств Не складывается Или противоречен Бытию державности То в этом случае Все будет разрушаться В какое-то время Может быть там Бизнес даже пойдет Что-то получится Но в конечном итоге Вы Заявившие Свою личину В этот мир Вот в таком направлении Будете Разрушать этот мир Потому что вы будете Лгать себе Если вы Не проникли С державностью Вот это надо понять То Что вы заявляете К вам возвращается И с вас спрос Потому что вы заявляете Сказали что вы Вот этот Все Как в поговорке Грузьем назвался Полезай в кузовок Иначе Будет очень И очень плохо Ну вот как-то так Я разложил Исходя из того Что от тебя услышал Что-то еще Какие-то вопросы Ну а теперь Давай уже В общем итог Подведем И можно будет Я думаю И попрощаться Получается Мы видим Что мы можем Создавать лучшее Только когда мы Вместе Сообщать делаем Причем по принципам Не когда только Мне-мне А вот именно От каждого Хорошего взятое И вместе Вот получается Цельное Которое Дает добро всем И мы что видим На данный момент Вот та площадка Которая есть Народная славянская радио Способна Помочь Проявить В себе Творческие Вот эти Качества Творца Тем людям Которое пока еще Может и неизвестно Никому Но у которых Что-то получается Тут надо уточнить Это может быть Что-то связанное С здоровьем Например Даже это основное Потому что здоровья нет Зачем там все остальное Когда ты больной Тебе ничего не охота Вдруг есть опыт Реальный пример Своей жизни Когда вы себя Вытащили Из такого болота Об этом Вам тоже надо рассказать Потому что это очень важно У других Есть пример Когда они В трудной ситуации Семью сохранили Наладили отношения И у них Теперь такая семья Что соседи Нарадоваться не могут И сами Люди Не могут нарадоваться Как они это смогли Сделать Создать Этим тоже надо Делиться Потому что это Большая проблема Сейчас Чтобы воссоздать Этот лад В семь Дальше Вы какой-то Небольшой Предприниматель У себя где-то Там на земле Или в городе Какое-то у вас Тоже дело Которое вам Приносит радость И вы готовы Были это дело Расширять Но кругом Вот эти вот Супермаркеты Сети Везде надо За все платить И кредиты Такие Что как говорится С этими кредитами И враги не нужны Да То есть И опять же Вы готовы Это делать А вам не дают Тоже приходите Расскажите об этом Страна огромная Много мест Где людям Реально нечего делать Если Ваша идея У них на месте Способна Реализоваться И вы туда съездите И поможете Эту идею Там Воссоздать То вам вернется Намного больше Там уже Как говорится Это договоритесь Там Какую-то часть Они будут вам Перечислять За то Что вы помогли Им выжить Потому что Люди помнят Добро И за добро Возвращается Добром Ну а дальше Больше Если вы уже Способны контролировать Не какое-то мелкое Предприятие А еще крупнее Все равно Приходите Я говорю Наша цель Это именно Жить В державе На всей Вот этой территории Нашего Северного Полушария А то может и больше Так что Работа найдется Всем Приходите Всем рады Если вы С семинарами Еще раз говорю Приходите Вместо того Чтобы конкурировать Вы будете видеть Куда можно Приехать Где вам будут Рады А не на одном месте Говорить об одном И том же Десять человек Вот Ну как бы Ну как бы Вот это Основная цель А теперь уже Как говорится Ты подводи итог И думаю Можно будет Попрощаться Хорошо Я думаю Что да Можно подвести итог И сказать следующее Строим державу Не против кого-то А для чего-то Для того Чтобы Наконец-то Распутать То что Случилось У нас В стране И вообще Во всем мире Перевести Наконец-то На новые рельсы Наш паровоз Который до этого Стоял на запасном пути И ржавел И поехать туда Куда нам Нужно ехать А для этого Просто необходимо Понять Что конкурировать То здесь Не с кем Если мы живем В державе То слова Конкуренции Вообще здесь Отсутствуют Мы начинаем Жить по кону Мы начинаем Жить по совести В ладу с природой Много есть мест Которые Необходимо Восстанавливать Значит Много есть дел А если Есть много дел Значит Должны быть И руки Которые Эти дела Сделают И еще один момент Очень часто Сейчас Появляются Какие-то Проекты По взаимодействию Людей между собой С точки зрения Коммерции Причем Коммерция Правильная Это кооперативы Различные Которые Ну Правильные Технологии Заложенные Которые Готовы Обеспечить Людей Питанием Но имейте Ввиду Что если Просто Человека Обеспечивать Питанием Если Просто Производить Продукцию Не понимая С какой Целью Живет Человек Без Так называемой Идеи Мысли Посыла И цели Которая Естественно Нам всем То в этом Случа В конечном Итоге Вы все равно Вернетесь Туда Откуда Хотите Уйти Потому что Вы будете Действовать По принципу Цивилизации А принцип Цивилизации Один Это Конкуренция Это Бизнес И отчего Бежали К тому И воротимся Поэтому Если Нет Правильной Мысли Нет Правильного Уклада Нет Верной Цели Которая Основана На нашем Естестве Получится В конечном Итоге Ковардак Вот чтобы Этого Не было Давайте Все-таки Вспомним Кто Мы Для чего Мы И только Уже Исходя Из этого Начнем Применять Те инструменты Которые Давным Давно Уже Наработаны И которые Прекрасно Себя Показали И тогда Инструменты Не возьмут Над нами Вверх А будут Применяться Нами По их Назначению Во благо Каждого Из нас Во благо Державе И вот На этом Я хочу С вами Попрощаться Напомнить Что с вами Было Народное Славянское Радио Алексей Орлов Михаил Ять До новых Встреч Друзья Мои Увидимся И услышимся Быть Добро Продолжение следует Продолжение следует